Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Если вы не подписаны, я буду безумно благодарна каждому, кто подпишется. Сегодня я, к сожалению, промахнулась и купила оливки с косточками. Блин, как я могла это сделать? Потому что неудобно кушать такие оливки и намного неприятнее на мукбанке их есть. Поэтому я всегда покупаю без косточек, но не в этот раз. Промахнулась, как говорится. Завтра приезжает уже бабушка с мамой. Наконец-то они долго кормили меня завтраками, что завтра приедем, через два дня приедем. Но никак не могли это с таксистом найти удобное время и ему. Потому что бабушка, естественно, не может ехать на автобусе, хотя полно автобусов. Вот только на такси. Давно не было пельмяшек. У меня как раз в морозилке лежали, я решила отварить по-быстрому. В общем, сегодня я решила уже отгуляться, так скажем. Встречусь сегодня с подругой. Я заметила одну характерную особенность среди моих подписчиков. Как только, например, я не выставляю истории с какой-то подругой, все, все мне начинают писать, вы поссорились, у вас что-то произошло. Нет, я замечательно общаюсь со всеми своими знакомыми, подругами. За последнее время ни с кем я из банка звонят. Я очень извиняюсь, мои хорошие, мне позвонили из банка, чтобы не стоять и не ждать на линии где-то час или хотя бы 15 минут. Я всегда выбираю вариант, чтобы мне перезвонили. В общем, какая у меня проблема? У меня есть зарплатная книга, ой, зарплатная карточка. До этого была другая. Каждый раз, когда я иду в супермаркет или куда-то, у меня была проблема. То работает карточка, то не работает. Сначала только не работал Wi-Fi. Потом уже начала глючить, вообще не работает. В том плане, что даже когда засовывают в терминал, все равно не работает. Я подумала, наверное, я поцарапала карточку. Почему я это рассказываю? Возможно, кто-то поделится опытом, у кого-то тут же так было. В общем, я подумала, что, скорее всего, я поцарапала карточку, потому что эта карточка всегда была со мной вместе с ключами в сумке. Я подумала наверняка, что такое произошло. Пошла, вытащила новую карточку. То есть, эту ликвидировала. И точно такую же сделала еще одну. А у меня она, карточка, соединена с ИП, так скажем. Я вчера подряд зашла в три магазина. И во всех трех я не смогла платить покупку. Пришлось платить наличкой. Если бы в одном магазине не работал бы посттерминал, я бы сказал, ну, окей, бывает. Со всеми бывает. А другое дело, в трех магазинах, в которых я попробовала, не работает. Пришла домой, пыталась настроить Apple Pay. Так у нас, оказывается, в стране нет Apple Pay. А это очень удобно. У меня просто через application я могу, например, себе отправить на счет деньги, заплатить за коммунальные услуги. Через банкомат я могу деньги вытащить. Но проблема в том, что когда я иду именно в магазины, мне надо вот так вот делать, что, господи, получится или нет. Короче, задралась я уже с карточкой. Причем завести эту карту тоже стоит денег. То есть мне они ее делают не бесплатно. Получается, я теряю свои деньги, но по факту она не работает. В общем, сейчас позвонили через банк. Из банка. Объяснили, что, как, почем. Но толком ничего не объяснили. Например, забыла карточку дома. Взяла, платила Google Pay. Apple Pay. Как я люблю оливки, но без косточек. А так с банкомата я легко могу снять деньги, там перевезти кому-то деньги могу. Вкуснотища. Когда долго не ешь пельмени, они кажутся настолько вкусными. На самом деле тоже они вкусные, но когда долго не ешь, это вообще деликатес какой-то. Вкуснотища. Какая, я техника. И ты попробовал его, это очень вкусно. Вкуснотища. Оливко. Все вкуснотища. Оливко. 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 в общем я сегодня вижусь со своей подружкой которую я никогда кстати вам в ютюбе не показывала даже в инстаграме не показывала мы с ней раньше работали вместе сейчас и она ушла из этой компании и я давно уже ушла но мы с ней очень сдружились мы можем видеться раз в полгода но при этом мы общаемся чем могу я ей помогаю стараюсь как-то поддерживать в ее начинаниях если вы помните я в инстаграме делилась ее страницей по поводу английского она учительница по английскому а зимой мне вообще никуда не охота выходить вот как только наступает осень я как будто попадаю в спячку для меня знаете что кайф наелась прям чего-то вкусного желательно роллов легла и смотришь ютубчик вот это для меня прям топчик на этом все мои хорошие я наелась всех люблю целую с вами в лайк и эмире не забывайте подписываться пока пока пока